добрый день дорогие мои друзья несколько слов хочется сказать о таких наших помощниках как плечевые накладки вот обратите внимание у меня каждая платьица за счет того что у меня плечи покатые я оформляю дополняю его как раз подплечниками так называемыми которые поднимают у меня верхнюю конечную точку плечевого шва чтобы плечевой пояс сделать вот таким спрямленным потому что если он у нас овальный если он у нас вот такой вот покатый значит визуально глазки смотрят и формируют у нас форму овала то есть покатые плечи формируют помогают формированию формы овала фигурки и создают более полное восприятие нашего тела то есть фигурка кажется полнее а кто у нас сейчас не хочет быть похудее немножко все хотят немножко похудеть всем кажется что они какие-то невероятно полненькие и вот как ни странно вам может показаться как раз на это и работает правильное четкое оформление плечевого пояса то есть плечевой пояс должен быть четким вот таким вот спрямленным вот таким спрямленным поэтому я часто пользуюсь подплечниками какие пою какие вы знаете какие подплечники у нас существуют вот это вот знакомая всем картина подплечник для реглана так сказать да ну что он из себя представляет он представляет из себя скорее всего какую-то подушку он толстенький вот в этом месте почему вы протестуете всегда против плечевых накладок особенно те кто полненькие потому что когда вы кладете вот эту подушку себе на плечи нет и так не длинная шея становится еще короче потому что плечи поднимаются вот так наверх за счет того что вот здесь такая подушка и такими плечиками пользоваться практически нельзя их нужно обязательно дорабатывать каким образом я их дорабатываю да очень просто я вот эту часть всю выстрачиваю если мне нужно сделать и не оставляя никогда вот такую ширину потому что вот эта ширина сделает плечи шире а нам не нужно поднимать их делать их шире нам нужно их просто приподнимать приподнимать в конечной точке плечевого шва вот для этого платья какие плечики я сделала я взяла вот такие плечики правда они у меня были вот здесь вот наверное я сюда еще прибавила я обычно сюда добавляю кусочек поролона ватинчика но чего-то что у меня есть обтягиваю их трикотажной тканью или колготками которые вам больше уже не нужны выстрачиваю вот эту часть ну конечно для лодочки я их укорачиваю вот таким вот образом выстрачиваю вот эту часть как-нибудь я вам это покажу и формирую вот здесь своего рода вот такой вот валик вот в этом месте такой валик формирую и обметываю после этого вот это вот все так я шью то есть любое плечико вот такое я дорабатываю но промышленность не стоит на месте все вперед что развивается я давно уже встречала вот такие вот плечики ведь я тут показываю как их пришивать надо да смотрите как они оформлены это уже вариация гораздо лучше они более спокойные они подходят на вточной рукавчик они поддерживают вот эту часть и они не такие толстенькие вот здесь поэтому они очень красиво формируют плечевой пояс таких вот вы в элегантных вещах каких-то жакетах каких-то даже платьях я люблю вот такие плечики их надо конечно тоже но их использовать можно не обрабатывая в изделиях на подкладке чтобы все вот это было закрыто да и вот такие плечики мне тоже очень нравится и больше я работаю вот с такими чем с первыми а на днях я посетила на ленинском проспекте магазин кессура что я там нашла к своей радости посмотрите что я там нашла вот такие плечики стоят 230 чем-то там рублей маленькие коротенькие они поднимают как раз только то что нам нужно поднять вот этот кончик и формируют его видите каким вот образом да здесь уже есть плечики ну на ком показать на себе показываю поэтому вот представьте что вы поднимаете только вот эту часть и этого бывает достаточно вы не поднимаете вот это очень хорошие плечики рекомендую вам их посмотрите как они выглядят но они еще такие не очень высокие но сегодня мода у нас такая что она возвращает нам четкий спрямленный плечевой пояс я понимаю что не все пойдут следовать этой моде да но тем не менее если вы хотите быть в тренде если вы хотите чтобы это этот тренд читался на вашем изделии и к тому же он работает еще раз повторяю на уменьшение объемов потому что используя подплечики вы формируете прямую четкую линию плечевого пояса посмотрите какие плечики а там обнаружила французская фирма какая-то их изготовляет написано у них франция это как раз такое плечико которое совсем не нужно дорабатывать смотрите какое но тоненькая вот в этой части она очень тоненькая вот в этой части и у него поднята только вот эта головка то есть то что я делаю из привычных нам подплечников таких или вот таких здесь уже сделано и вы его купили вы его поставили и ничего вам больше делать не надо любите вот такие подплечники это конечно может быть высоковато это я купила для себя потому что у меня очень покатые плечи такая же версия подплечников есть и давайте вот с этой стороны хорошо рассмотрим вот с этой стороны хорошо рассмотрим да такая же версия подплечников есть у нас и более низкие более низенькие можно конечно и шить самим а можно за 500 рублей купить я купила в тессуре но если порыться где-то на маркетплейсах типа валберис или алиэкспресс да я думаю что можно найти дешевле но надо знать что искать вот так они выглядят очень рекомендую и очень советую в точные плечики пожалуйста в точные рукавчики вот эти плечики шикарны я для себя сделала открытие и спешу с вами этим открытием поделиться и еще одни плечики посмотрите для любых регланов для любых рубашечных рукавчиков когда вы поднимаете конечную точку плеча вас формируется вот так называемая папоротка смотрите вот эта линия вот эта линия это папоротка она прямая линия то есть нет тут вот каких-то вот таких вот заломов каких-то я даже не могу сформировать потому что вот она чат четкий четкая графичная вот такая вот линия проймы которая смотрит вниз к талии немножко сужается и делает нас уже поэтому есть у вас рубашечный рукав если рукав со спущенным вот с таким плечом и вы туда подставите вот такой вот я уж про реглан не говорю вот такое плечико у вас сразу эта папоротка сформируется сделайте его там где вам нужно возможно вы укоротите вот эту часть вот вчера мы шили нашей оли да мы там сильно она пришила дома то что купила в магазине вот не такое плечико а вот такое вот плечико вот такое вот по сути дела у нее было плечик и стала вот такая квадратная у нее размер большой плечи еще больше расширились на готовой галина леонидовна что-то мне не нравится скрыли распороли я это увидела взяла тоже ее плечико отрезала вот эту часть выстрочила вот здесь чтобы сделать это тонким вот на таком подплечики мы его пришили ближе горловинки вот сюда конечно да она делай совсем другой вид и мы радовались потому что мы исправили вот такую вот безобразную ошибку я очень люблю вот такую форму форма для плечика реглан посмотрите она даже такой подковкой небольшой выглядит какая она тоненькая вот в этом месте и очень плавно переход идет на уплощение ну то есть она как раз вот такие вот плечики давайте их рассмотрим они как раз и заполняют иногда вот ту пустоту которая идет у полных рук у полненьких женщин от плеча к руке когда мы не видим не можем найти конкретно конечную точку плеча ее как бы просто нет там ямка какая-то вот такая размытая линия плечевого прошла вот именно таким женщинам а их у нас очень очень много я и советую заполнять вот эту ямку заполнять ямку специально оформленными подплечниками вот такими вот ямку заполнить надо или вот такими у кого что понимаете очень красивая форма плечика очень красиво раньше в 90-е годы когда это было очень модно восьмидесятые годы мы шили это сами шили сами выстрачивали набивали у нас у меня были сделаны вот такие вот выкройки с выточками со всеми и так далее и так далее но тогда мы еще и делали расширение плечевого пояса сейчас тоже делают но это в креативах каких-то нам сейчас расширение не нужно нам нужно такое плечико чтобы сделать заполнить вот эту нашу пустоту у многих она у нас есть когда у вас посадочка станет безупречной вот вы мне делаете комплименты сегодня на эфире на этом платьишко меня увидели да почему потому что я заполняю вот эту пустоту потому что наш эффект нашей одежды он строится не на том как при как в талии сидит наше платье или на животике а как это платье сидит в области плечевого шва стоит вам оформить плечевой шов также плечевой пояс также четко графично безупречно как вы сразу будете получать комплименты вот поэтому такое большое значение имеет оформление плечевого пояса а этому служит применение всякого разного рода подплечников так я могла бы шить такое плечико но шить я его буду долго лучше я его пойду и куплю чего и вам желаю да я купила немного потому что разнообразие там было очень очень много там большой выбор плечиков для мужской одежды потому что когда мы шьем куртки мужские когда мы шьем пальто мужское да мы обязательно тоже используем плечевую накладку она более жесткая она совершенно другая я не могу сейчас показать потому что я не купила такое мужское плечико не думала что я буду вот этот мастер-класс вам рассказывать про плечики но как бы там ни было просто знайте что плечики бывают женские плечики бывают мужские и для разной одежды нам нужны разного рода плечики потому что мужское плечико оно более объемное вот здесь оно принимает форму тела как бы вот это все и здесь оно из более жестких туда кладется более плотные ткани более жесткие ткани поролончик тоже туда добавляется обязательно выстрачивается это для жесткости формы вот это мягкая форма а у них более жесткая и вы увидите если забьете где-то в интернете мужские подплечники вы увидите какая у них бывает форма форма совсем другая она отличается вот от таких вот наших плечевых накладок вот собственно говоря и все что сегодня мне хотелось вам рассказать о такой важный и необходимый атрибут в нашей в пошиве нашей одежды как плечевая накладка пожалуйста знайте что есть выбирайте для себя то что вам больше подходит или дорабатывайте вручную или ищите вот такие плечики ставьте используйте их и я уверяю вас вы сразу получите тот эффект которого даже не ожидали от себя всем всего доброго до новых встреч всегда ваша Галина Коломейко у нас каждую неделю по пятницам прямые эфиры жду вас на прямых эфирах задавайте свои вопросы заранее в чате телеграм или на сайте коломейко точка ру до новых встреч всем всего доброго